Поговорим о здоровье. Даже когда сустав травмирован или полностью разрушен, это не приговор о современных возможностях эндопротезирования. Поговорим прямо сейчас. На студии заведующий травматолог ортопедическим центром, врач-травматолог ортопедовой шейквалификационной категории, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра консультант Михаил Шилкин и Анатолий Степанов, заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог высшей категории, врач медицинского центра консультант. Доброе утро. Давайте поговорим о том, что в принципе приводит человека к эндопротезированию. То есть какие проблемы возникают до того момента, когда все уже плохо и нужно точно обращаться к врачу? Ну, естественно, к полному разрушению тазобедренного сустава приводит наиболее часто деформирующий артроз сустава, когда происходит полное разрушение суставных поверхностей. Ускорять этот процесс может профессиональная спортивная карьера, какие-то перенесенные различные травмы, а также врожденные дисплазии, изменения состояния, детские перенесенные заболевания. Также к эндопротезированию приводит у пациентов перелом шейки бедренной кости в старческом возрасте на фоне перенесенного остеопороза. Анатолий, вопрос к вам. Как диагностируете такие заболевания тазобедренного сустава? Классический базовый метод диагностики – это классическая рентгенография, желательно на двух проекциях. Далее, если информации недостаточно, применяется уже компьютером томография, либо магнитной резонансной томографией. Если мы говорим об имплантах конкретно, помним, что все, у кого родственники пожилого возраста, знают, что раньше когда-то это были спицы, потом начали делать более современные суставы, да что ж, там у моей бабушки был перелом шейки бедра, и уже ставили как раз какой-то там сустав. Но насколько это все совершенствуется сейчас? Технологии постоянно совершенствуются, и они сейчас уже достигли такого уровня, когда операция абсолютно прогнозируемая. Она, скажем так, имеет отработанное выполнение, скажем так, с низким коэффициентом осложнений. Если мы говорим о том, в принципе, что такое эндопротезирование, почему должно перестать болеть? Ну, то есть мы понимаем, что если сломался сустав, то он просто не функционирует. А если какие-то заболевания, то кости трутся друг об друга, или как-то иначе это все происходит. Мы как непрофессионал, но хотим объяснить так, чтобы было понятно людям. Как оно работает все-таки, да? Как оно работает? Болит потому, что происходит разрушение, во-первых, суставных поверхностей, то есть хрящ изношен, и уже фактически кость об кость происходит трение. То есть я была права об этом? Кроме того, вокруг сустава имеется синвяльная оболочка, так называемая, которая обеспечивает жизнедеятельность этого сустава. Она тоже меняет свою структуру, она изменяется, она воспалена постоянно, и она является источником болевого синдрома, когда там сосредоточено большое количество нервных окончаний. Также разрастаются остеофиты, шипы, которые тоже добавляют проблем, и все это болит. Так вот, выполняя эндопротезирование, операция направлена на то, что полностью удаляются разрушенные суставные поверхности и замещаются искусственным эндопротезом. Убирается воспаленная синвяльная оболочка, срезаются все остеофиты, восстанавливается длина конечности, ее естественная ось, мышцы начинают работать правильно, и все это устраняет болевой синдром, так как мы восстанавливаем нормальную функцию и опороспособность конечностей. То есть человек может по сути полностью излечиться и вернуть себе двигательную активность, такую как была до болезни? Да, на сегодняшний день эндопротезирование это та операция, которая позволяет вернуть человека к нормальной жизни, восстановить опороспособность и в принципе забыть о том, что были какие-то проблемы с суставом. После проведения такой операции, какой путь ждет пациент? Он на какое-то время у вас остается или уже его отпускаете в стационар? В нашем медицинском центре имеется два стационара, это терапевтический стационар полноценный и стационар хирургического профиля. Так вот, прежде чем пациент попадает к нам на операцию, он госпитализируется в терапевтический стационар, мы там проходим полноценное обследование перед операцией, проводим все исследования согласно международным стандартам. Если вдруг находим какие-то временные проблемы или, скажем так, риски повышенной осложнений, пациент проводит коррекцию и, соответственно, уже идет на операцию, когда мы полностью исключили все возможные проблемы. То же самое и после операции. Пациент переводится в хирургический стационар, где проходит стандартизированное лечение, получает перевязки, медикаментозное лечение, занимается инструктор ЛФК. В общем, на момент выписки пациент имеет уже спокойно заживающую послеоперационную рану, полностью сам себя обеспечивает, ходит с дозированной опорой на ногу. Поэтому рисков здесь каких-то больших нет. Спасибо вам за этот понятный понятный.